Продолжение следует... Давайте вместе посмотрим. Тут можно печатать все. Ладно, давайте смотрим. Коробка такая простая, белого цвета. Сзади у нас есть габариты 83-83 на 45. То есть он небольшой и свободно помещается в кармане. То есть я хожу в принципе с рюкзаком, поэтому мне не особо проблем его таскать с собой. 160 грамм весит. 5 вольт, 1 ампер зарядка, 1000 миллиампер часов. То есть реально с его надолго, я еще не проверил, как намного хватит его, потому что я снимаю на следующий день. Но я его из коробки еще не заряжал, уже играюсь, уже там напечатал очень много всяких картинок прикольных. Но пока он еще заряжен. То есть я не знаю, насколько он был заряжен изначально. Но я так понимаю, что ему там особо этой электроэнергии не нужно. В общем, здесь есть номер телефона, куда можно позвонить с 9 до 18 по Китаю и побазарить. Ну и официальный сайт. В общем, давайте распаковывать. В распаковке мы имеем сам принтер. Две инструкции. Ну не инструкция, а это гарантия качества. Я так понимаю, здесь отмечают, типа все проверил, все зашибись. Вот кабелечек обычный microUSB небольшой. И инструкция. Инструкция, в принципе, нам не нужна. Я вам сейчас расскажу, как все работает. Здесь у нас в инструкции есть QR-код, чтобы отсканировать и скачать приложение. Забейте на него вообще, вбейте название в Play Market или в App Store, вбейте название PPRank и сразу найдете приложение, которое вам нужно. Здесь же вас перебросит на сайт. Я изначально попробовал сюда, меня перебросило на китайский сайт, где можно скачать АПКшечку, ну и так далее и тому подобное. Я как бы сразу забил, проверил, PPRank вбил в Play Market. Конкретно он есть, вот с вот таким вот котенком он. И так выглядит приложение, давайте посмотрим. Вот при первом входе нас попросят зарегистрироваться. Я уже зарегистрировался. В общем, а, здесь даже language можно выбрать. И можно выбрать English language. Ух ты, я даже не выбирал, но тут и так все было на английском. Давайте посмотрим на саму этот и уже перейдем к приложению. Выглядит вот так коробочка, сзади небольшой кусочек надписи. Беленькая, маленькая коробочка, довольно-таки, ну вот в две руки она не помещается, но в карман она влезает. Допустим, в моих штаны влезает. Здесь у нас зарядочка microUSB. Вот эта вот кнопка, я пока не понял, зачем эта штука, но может для красоты просто. Ну, как фотоаппарат или не знаю как. Вот, для того, чтобы открыть, я вначале пытался так открыть, но здесь нужно сместить немножко вниз. И потом он открывается. Внутри вот так выглядит он. Здесь, я так понимаю, вот эта вот штука, которая печатает. И вы, когда вставляете бумагу, важно, чтобы она шла вот так, то есть циферкой 6 в эту сторону. И заходила вот на вот это вот здесь валик, который протягивает бумагу сюда. Если вы закроете, не дотянув до валика, да, то есть если бумага будет свернута вот так, допустим, и вы закроете, то он печатать ничего не будет, потому что валик не тянет бумагу. Давайте мы вытянем валик, закрываем и защелкиваем. Все, защелкнули, мы готовы работать. Вот немножко торчит ее. Включаем. Включается он длинным нажатием на кнопку, загорелась кнопка, все, он готов. Будем регистрироваться. Нам нужно ввести адрес электронной почты для регистрации, на который придет сообщение, и мы его сразу вводим и вводим пароль, и то после этого мы зарегистрировались. То есть не так, как обычно, что ты вводишь email и пароль, и потом тебе на почту приходит подтверждение, да, то есть чтобы ты мог активировать учетную запись. Нет, здесь в начале приходит подтверждение на почту, и ты его вбиваешь уже как проверочный код при регистрации. Вот, смотрите, мы его включили, было off и сразу connected, то есть мы сразу приконнектились к этому принтеру. И тут приложение не особо интересно, но как бы оно такое, ну, блин, ну, простое. То есть можно здесь текст набрать для печати, там увеличить немного, да, там... А, ну это плагины, я их еще не скачивал, то есть это плагины, которые там можно увеличить, еще что-то сделать с текстом. В общем, можно сохранить, видите, здесь сохранить. Сохранили, ну ладно уже. Вот, здесь можно сайт распечатать, то есть загуглить что-то и его отпустить на печать. Ну, это тоже как бы из такого. То, что мне, так, background image, то есть можно задний фон распечатать, видите. Вот такие вот, просто на бумажке будет распечатано. А, ну, можно рисовать еще здесь, да, этот забыл. Вот, но это все не то, это все не то. То, что мне больше всего понравилось, я сейчас вам покажу. Просто это я как-то дошел до этой функции. То есть я начал с самой первой, да, то есть main, печатать текст. Потом CR, вот, я с todo list'ов начал. И начал заполнять тут ту-ду-лист. Вот, допустим, мы вбили тут список покупок, допустим, да, или список дел. Мы вбиваем, 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 потом нажали печать. Здесь можно выбрать темноту, количество печати, то есть, ну, штучек. И вот мы печатаем, пошел ту-ду-лист. Вот такой вот тоже иногда бывает, когда вставляешь бумагу. Ну, в принципе, как бы не так часто. Ну, вот такие вот белые полоски, белые пробелы бывают. Ну, давайте еще раз попробуем напечатать, проверить, как он второй напечатает. Вот, видите, тут уже в других местах и уже меньше. И давайте третий раз. Почему так происходит, я как бы пока не понял, такие вот пробелы. Вот, то есть, бывают пробелы, видите, и, ну, меньше пробелов, но они все равно остаются. Ну, давайте оторвем. Оторвал я не об ту сторону, то есть, нужно отрывать, наоборот, вверх, потому что нож для отрыва находится вверху. Но не суть, давайте мы посмотрим, что у меня вообще, как бы, больше всего понравилось. Я специально вот сделал селфик, селфичок. Немного, конечно, завалило небо, нужно было покрупнее себя сделать, но в любом случае это тоже очень прикольно. И мы можем то, что мы сфотографировали, сразу напечатать. Конечно, это будет не в цвете, не такой прикол, как, допустим, были Polaroid, но тоже вполне себе. Смотрите, офигенно! Классно! И здесь, видите, пропусков нет. Здесь даже полоска, видна полоска потолка, которая вот была у меня, вот она здесь видна. Она здесь есть и здесь. Ну, давайте, вот, отрываем. Смотрите. Ну, круто же! Круто же! Давайте сделаем еще одну селфячку и... Где тут у нас? Все, не привыкну никак к выдвижной клавиатуре. Давайте сделаем... А, такая что-нибудь. Вот, забабахали селфячку. Где тут наша? Ой, еще одну забабахали, ну ладно. Вот, ну и давайте ее теперь запечатлим, запечатнем. Кстати, здесь можно выбрать качество. Я, правда, не выбирал, все печатал по умолчанию в качестве, но вот сейчас для вас мы попробуем что-нибудь сделать и сравнить. Это мы печатаем в обычном качестве. То есть, ну, по умолчанию, что у нас получится. Здесь фон темнее. Вот такая вот штука получилась. И реально можно, конечно, вообще круто вообще с этим играться. И приколы там, и закладки в книжку можно делать, допустим. Там, на мое настроение или еще что-нибудь. Это реально круто. И давайте попробуем сделать slice quality. Вот. Я не знаю, что это такое, что это означает. Ну, допустим, давайте сделаем вот так, 30. Ну, я не знаю, как это, насколько это, что. Вот. Slice quality, хрен его знает, что. Еще здесь есть настройки, то есть, света можно добавить, да. То есть, уменьшить, увеличить свет. Вот. Ну, давайте я на 0 вернусь. Я еще с этим не игрался. Попробуем, давайте, чтобы понимать, что такое slice quality на 30. Что это будет такое? Какое качество он нам выдаст? Лучше, нет? Кстати, вот здесь можно светлее немножко сделать фотку, и она будет намного лучше. Потому что, если вы сделали темную фотку, вы можете из нее сделать такую. Она будет более качественная, более светлая, более приятная такая. Так, вот он погнал. Так, ну и вон принт. Он ее обработал. Хочешь, что ее распечатать. Да. И вот полезла новая фотка. Slice quality мы выбрали на 30. И он нам черный квадрат Малевича печатает. А-а-а-а! Нет! Капец! Я теперь понял, зачем это все. Сейчас вот здесь появится черный участок. Это для того, чтобы можно было распечатать в несколько листов, и потом соединить эти листы вместе. И получится большая картина такая, напечатанная. Вот. Очень круто это, если вы рисуете, допустим, самостоятельно. Хотите маленькие рисунки сделать. Кстати, можно делать мультики, вот эти вот, которые движущиеся. Делать много таких мультиков. Сейчас он эту ленту допечатает. Вот, вот это вот черное, вот мы до него только дошли. И какой-то эррор произошел. Перегрев. Перегрев. То есть, мы, видите, он нагрелся, сработал и перегрев. То есть, мы даже нашли, как бы, какую-то проблему. Он остыл и пошел дальше печатать. С небольшим пробелом. Я, наверное, все-таки остановлю печать. Потому что это мы дошли только до половины фотографии. Но, как бы, такая возможность есть. И она, видите, он понемножку нагрелся, остановился. Сейчас пеппер и стухо. То есть, бумага очень горячая. Остыло немножко, пошел. Ну, вот такие вот полосочки. И это мы дошли только до, получается, треть фотографии напечатали. Вот такую огромную ленту. Вот. Я останавливаю. Обрываю. Не надо нам. Вот, получается, треть фотографии мы распечатали. То есть, можно сделать фотографию на две части. Давайте сделаем на две части. Включим. Надеюсь, он не продолжит печатать. Блин, ну, вот это вот, вот эти вот смайлы, как бы, да. Можно там жене на холодильни каждое утро новое что-нибудь оставлять. Итак, мы подключились. Давайте попробуем вот эту опять распечатать. Только уже в слайс два штучки. То есть, она будет разделена на две части. И разобрались. Конечно, можно было бы воспользоваться переводчиком. Или... Но, видите, у нас все происходит, как в режиме тестовом. Этот прикол я, как бы, не пробовал еще. Я вот таких маленьких очень много нафигарил. Смайлов себе. Вот. Получается... Первый кусочек. Отрываем. Континьо. Отрываем. Ба-м-бей. То есть, мы делаем... Обрезаем белую вот эту полосочку. Складываем. Давайте. Ну, что уж там. Давайте обрежем. Вот. Обрезал белую полосочку одну. И вот так мы прямо на вот эту вот белую нанесли клей, допустим. И... Приклеили. Чуть-чуть выровняли вот. И приклеили. И получилась фоточка побольше. И получше качество немного. Класс. 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 Я вообще безумно этому приколу рад. Я не жалею вообще ни копейки, что я потратил на этот принтер. Я вначале его купил. А потом думаю, нахер он мне нужен вообще. И теперь... Блин. И пришел. И реально. Я не знаю, от моего восторга. Я продолжаю быть в восторге. И это очень прикольный прикол. Ты можешь, допустим. Ты можешь, допустим, сделать фотографию. Там, допустим, селфануться на каком-нибудь мероприятии, где там много людей. Ты можешь селфануться, допустим, себе на телефон. И отдать сразу своему приятелю фотографию, где вы вдвоем, вот в таком формате. В маленьком формате. Либо распечатать ему там чуть побольше формат, для того, чтобы он слепил. Ну, побольше формат, это как бы лепить что-то, это как бы, ну, уже не то пальто. Но, вот такой вот формат. И причем, получается, ну, прикольные получаются фотки. Давайте я сфотою что-нибудь помельче. Не лицо, а такое, чтобы было много всяких деталей. И мы попробуем распечатать его. Так, возвращаемся. Image Slice. Вот, вот такую вот штуку мы распечатаем сейчас. Так, поворачиваем на 90. Вот, повернули на 90. Теперь пошли обрабатывать. Вот, погнали печатать и посмотрим, что у нас из этого получится. Напечатал изначально. Он напечатал. Получается, не повернутую напечатал, а вертикальную. А ну, давайте еще раз попробуем. Вот, теперь он уже распечатал правильно, как нужно. Вот, ну и довольно-таки детали, как бы, ну, что-то можно же понять. Но, видите, не особо понятно, когда темная фотография и много-много предметов. Вот. Ну, вот для селфиков, для вообще вот этого всего приколов, это, ну, класс. Это реально класс. Ну, мне очень понравилось. Вот. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...